Ты ездил когда-нибудь на поезде во Владивосток? Нет, и не хочу. Не писал Blackstar в том числе. Почему ты им отказал? Тебя будут все знать, как... Лысый артист. Да, лысый артист. Тут все, ну, настоящее. Почему мы не смогли все эти чувства понять? Дора снимала со мной дуэт в TikTok, который набрал миллион лайков. Ну, забей. Чего тебя так триггерит с этого, что человек известнее тебя? Всем привет! Вы на канале Андрей Дробыш. Когда не знаете, чем заняться, включайте мои выпуски и наслаждайтесь. Даже если знаете, чем заняться. Все равно включайте мои ролики. Потому что это интересно. Все. Достаточно лирики. Все готовы? В эфире реальные сторис. Сегодня у меня в гостях человек, которому можно было бы позавидовать, как минимум, за его прекрасную прическу. Однако делать мы этого не будем. А вот что будем, прямо сейчас вы узнаете. Встречайте. Георгий Дзибоев. Георгий Дзибоев. Исполнитель, которого невозможно поставить на паузу. За его творчеством в социальных сетях следили и следят сотни тысяч пользователей по всему миру. Красивый, успешный, талантливый и по совместительству у финалистов «Голос. Дети. Восемь». Когда обид ударил Упали в любовь и ударились в танцы Запомни, есть два типа людей Одни готовы рвать этот мир до кассей Идут по головам, не жалея ногтей И черта оправдают, лишь бы оседлать цели Есть два типа людей Другие никогда не оставят в беде Встающие за совестью, упертой за честь Смотри, не разорвись, между ними ее нет Служба безопасности Твои деньги в опасности, дай их мне Я берегу тебя внутри разбитой души Не знаю, кто за нас все решил Гоша, привет! Привет! Как настроение? Все отлично, потому что приехал на интервью к тебе Давай поговорим про твою родину А именно, как я понимаю, Владивосток Владивосток, да То есть ты жил там основное количество своей жизни Да, я прожил там, получается, 14 лет Переехал прошлым летом в Москву И вот сейчас живу в Москве Ну, у тебя, наверное, остались какие-то друзья во Владивостоке Да, я общаюсь до сих пор с друзьями Часто списываемся Вот этим летом собираюсь поехать во Владивосток Чтобы встретиться, погулять Вспомнить разные моменты из прошлого Вот, поэтому, да, остались друзья До сих пор общаемся Все очень классно Ты ездил когда-нибудь на поезде во Владивосток? Нет, и не хочу Потому что, по-моему, 7 суток Или сколько? Ну, что ж ты? Долго, очень долго Поэтому не хочу Нет, обычно питаю на самолетах Ты скучаешь по каким-то родным местам? Или, ну, в принципе, все ок? Я скучаю по людям И я скучаю по морю Так как Владивосток — это город на море Я очень люблю море И очень хочу вот летом как раз поехать Подышать свежим воздухом около моря, прогуляться Потому что моря не хватает тут И не хватает солнца То есть тут зима, она очень какая-то мрачная Очень редко выходит солнце А в Владивостоке зимой, даже если идет снег, всегда солнце Вот это мне очень нравится в Владивостоке А почему ты решил этим летом Полететь именно во Владивосток на море, а не в Сочи? Ну, и там, и там вроде бы море На самом деле я никогда не был в Сочи Вот, не могу говорить, что там Но в Владивосток я влюблен всей душой Там очень много интересных мест Мне кажется, даже больше, чем в Сочи Сочи просто ближе к Москве И ближе к центральной России Поэтому все едут туда Да, но мне кажется, если бы Владивосток Был бы рядом с Сочи где-то То все бы ездили в Владивосток Там очень интересная местность Очень красивая природа Вот, поэтому я все-таки между Сочи и Владивостоком Выбираю Владивосток Хоть туда и лететь на самолете 9 часов Ну вот, живя во Владивостоке Ты часто купался в море? Да, летом там вода достаточно теплая Я не могу сказать, что она там как в Турции Или где-то еще Но, да, особенно когда выезжаешь куда-то за город То есть есть пляжи общественные А можно выехать на лодке куда-то И купаться одним Вот, это очень классно Потому что там чистое море Прозрачно ты видишь все Крабики ползают, морские ежи Вот, очень нравится Ты в детстве любил гулять по Владивостоку? Да, я всегда любил гулять по Владивостоку Там очень красивые улочки Мне нравится центр Всегда, когда с друзьями ездил гулять Я ехал в центр Либо гулял на своей улице Вот, везде на самом деле красиво Очень красивый город Владивосток Ну вот, люди в центральной части России Обычно летают в Сочи, как мы с тобой говорили В Дубай Но, живя во Владивостоке Наверное, вам будет ближе слетать Даже в США или в Японию Или в Китай даже Куда вы летали на отдых? На самом деле в США я не летал Я ездил в Китай До Китая всего лишь 3-4 часа на автобусе И ты уже пересекаешь границу Ты уже находишься в Китае В Китае классно Что еще сказать? Я очень люблю Китай Я там был раза 4, наверное Я даже ездил по обмену Я учился в школе с углубленным китайским языком Но при этом не знаю китайский язык совершенно Да Вопрос Скажи что-нибудь на китайском не прокатил бы Нихао Это все, что я знаю Зайдень Вот Я даже этого не знаю Также я летал в Корею Тоже близко Корею тоже классно Мне нравятся там парки развлечений Вот Для детей там очень классно В Японию, к сожалению, еще не ездил Надеюсь, когда-нибудь съезжу Вот Как-то так Ну, конечно, у нас с Владивостока летают и в Дубай, и в Турцию Вот И туда, и туда Насколько я знаю, ты по национальности осетин Да Правильно? Да Какие в основном у вас национальности представлены во Владивостоке? В Владивостоке у нас живут китайцы Очень много китайцев Японцы, корейцы Вообще много, много национальностей осетин И в том числе очень много осетин во Владивостоке А ты знаешь какие-то Песни, возможно, на своем языке? На своем родном языке Я не буду петь Но пою чуть-чуть Я просто не знаю Давай, давай Хотя бы чуть-чуть Вот Это песни на осетинском языке Очень, кстати, известная Интересно, а почему ты так стесняешься петь? Нет, я не стесняюсь Я просто не знаю осетинский язык Но вот эту песню знаю У тебя родители осетины? У меня папа осетин, а мама с Магадана Какие крови в тебе заиграли, что ты решил заниматься вокалом? Осетинский или русский? Ой, наверное, осетинский Потому что у меня есть очень много родственников Которые занимались оперным вокалом Они были очень известными оперными певцами Деларес Белоонова Вот, это моя родственница Она дружила с Кобзоном Ее даже звали в Большой театр петь Но она отказалась и осталась во Владикавказе И пела для своих слушателей Но ты же не стал заниматься оперным вокалом? Нет, я не стал заниматься оперным вокалом Мне просто кажется, что это все пошло оттуда Там прям, по-моему, семь... Нет, не семь человек Ну, очень много людей Вот, из моих родственников Занимались оперным вокалом Я как начал заниматься вокалом? Я начал петь с самого детства В детском саду у меня все хорошо получалось Попадал в ноты Заметил это педагог в детском саду Сказал то, что нужно куда-то отдать на вокал Ну, родителям сказали Я пошел сначала в какой-то детский центр На районе, вот То есть непрофессионально начал петь, заниматься Мне все это нравилось И потом я решил заниматься этим профессионально Перешел в школу Натальи Кучмей Это в Владивостоке Такая школа вокала Занимался там Как раз там я подготовился к «Голос дети» Настоял мой педагог Наталья Кучмей Чтобы я поехал на «Голос дети» Поехал на «Голос дети» Вот, у меня было два педагога Занимался с Аделиной Григорян Я огромное спасибо за то, что вложила в меня очень много своих сил Очень много я узнал Но сейчас занимаюсь с педагогом Семеном Величко Какие вокальные стили ты пробовал для себя? Я в основном пою поп Вот Пробовал себя в рэпе Но мне не очень понравилось Потому что все-таки это не мое РНБ нравится Как-то так Так, хорошо, РНБ Кто тебе из исполнителей нравится сейчас? Я слушаю Джонни Я слушаю Лимбу Я слушаю Егора Крида Это была сейчас проверочка Нашего любимого Я слушаю Алишу Я не знаю такую Алиша, которая из XO Team В основном сейчас я слушаю песни Которые мне попадаются в подборке То есть я просто слушаю Если мне нравится, добавляю Но я даже не смотрю артиста Просто что нравится, то добавляю себе в плейлист А как ты выбираешь для себя песню? На которую ты будешь петь? Которую буду петь? Кстати, с репертуаром очень сложно Я не могу петь песню, которая мне не нравится Мне кажется, это, кстати, повлияло на мой уход Из доп. этапа Вот, мой То, что я не прошел дальше Потому что мне дали песню Рэп Песню Тимати Не сходи с ума Песни, по-моему, больше десяти лет А я пел только современное Мне кажется, возможно, это повлияло на Мое выступление То есть я не смог передать полностью эмоцию Так как мне не нравилась песня А почему ты не сказал об этом Егору? На самом деле я говорил много раз Но не Егору, но не напрямую Но в итоге я все-таки смирился с песней И мы ее подготовили Подготовили достаточно хорошо Мы переделали аранжировку Но просто это не мое Ну, как мне кажется Тону в Мартине Моя плотина У реки твоей на пути Ищу причины остаться здесь И ищу причины уйти Ну, то есть ты считаешь, что если бы ты выступал с другой песней Ты бы мог выйти в финал? Мне кажется так, да Изначально мне дали песню Федука Хлопья летят наверх И я очень обрадовался, потому что люблю эту песню Она была тогда очень известной Хлопья летят наверх Всюду магия и свет Ты че тут одна привет Но редакторы Первого канала сказали, что она неизвестная Мне поменяли эту песню на песню «Не сходи с ума» Да, которой больше десяти лет Скажи мне, пожалуйста Ты не считаешь, что вот эту песню тебе дали для того, чтобы ты специально не прошел? Чтобы выдвинуть других конкурсантов? Нет, я уверен, что это было не так Возможно, Егор хотел таким образом Сейчас объясню, что я имею в виду Егор стал популярен из-за того, что он записал кавер на эту самую песню «Не сходи с ума» Он записал, его заметили Blackstar и позвали к себе Возможно, это была какая-то отсылка к этому То есть как такой первый шаг к дальнейшему будущему Возможно, он думал, что это сработает Я не могу утверждать, что это было именно так Но он выстрелил с этой песней, с кавером на эту песню И вот так Но мне эта песня не подошла, к сожалению То есть ты думаешь, что это все-таки не был какой-то специально спланирован? Нет, я в этом уверен На «Голосе» такого нет, что кому-то дают специальную песню, чтобы он не прошел Ну, как мне кажется То есть ты думаешь, что все честно абсолютно? Да, все честно Тогда возникает вопрос Как ты думаешь, победа Ани Даровской в финале «Голос. Дети. Десять» честная? Наверное Вот Я не могу сказать за тех людей, которые там работают Потому что я не вижу вот этой внутренней Ну вот твой взгляд как зрителя, как человека, который был в этом проекте? Я смотрю на Милану Пономаренко У нее более современный подход У нее классные вокальные данные Номер был поставлен просто восхитительно Я сидел в зале И я просто плакал Я смотрел на вот это и плакал Слышу голос из прекрасного далека Голос утренний в серебряной росе Вот, а Аня меня не зацепила Но Аня тоже хорошая вокалистка И я не могу говорить за других зрителей То есть я не знаю, что выбирают они Потому что голос «Голос. Дети» и вообще голос в целом Смотрит аудитория немножко постарше Конечно, сейчас присоединилась более молодая Пришел Егор Крид Вот Но я не могу говорить Честно это было, не честно Мне кажется, все случилось так Как должно было случиться То есть у Миланы сейчас все хорошо У Ани сейчас все хорошо У всех все хорошо Возникает вопрос про конкретно тебя И твое участие в доп. этапе Было ли какое-то соперничество между вами И между тобой и Алисой Трифоновой? Нет, никакого соперничества не было Мы все общались У нас вся команда на самом деле Была очень дружна По-моему, только в одной тройке Были какие-то недопонимания Но все остальные дружили, ладили Ой, тройки Мы сейчас про доп. этап говорим Да, ну какая разница в принципе? Вообще вся команда у нас была всегда вместе Мы гуляли вместе все Вот кто мог собирался Мы все гуляли вместе В парке Горького на ВДНХ Мы очень любили собираться вместе Сидели вместе в ресторанах То есть настолько была крепкая дружба Уже прошло сколько? Два года, наверное Мы до сих пор все общаемся Вот, конечно, некоторые люди Немножко отстранились Возможно, они переросли Возможно, есть какие-то другие причины Вот, но сейчас мы почти все общаемся И слава Богу С кем с командой общаешься именно ты? Со всеми Периодически списываюсь со всеми У тебя же есть кто-то с кем ты общаешься чаще всего? Чаще всего сейчас, наверное, общаюсь с легендарной шестеркой Вот Золотая шестерка Золотая шестерка Золотая шестерка, а не легендарная Но легендарная тоже Как сказала Аделья Загребина Это просто бриллианты Вот пусть это будет просто бриллиантовая шестерка Общаюсь с Софией Фантой Общаюсь с Олесей Казаченко С Алисой Трифоновой С Алимом Фазаиловым И Габриэлем Александровым Есть ли в вашей этой золотой шестерке Какая-то иерархия по количеству подписчиков? Иерархия типа соперничества какое-то? Нет Типа кто-то выше, кто-то нет по отношению Да Нет, все наравне общаются Ну то есть для вас абсолютно не имеет значения то, что Кто-то дошел до суперфинала Кто-то выиграл А кто-то даже не прошел слепые прослушки Нет, все общаемся Тогда такой момент Можете ли вы принять к себе человека Который абсолютно не Скажем так, даже не участвовал в голос, дети? Или в голос? На самом деле это не то, что прям шестерка Мы общаемся все вместе Просто нас Меня в какой-то период связывал с этими людьми Проект Проект назывался «Не друзья» Просто мы так немножко сблизились за это время Поэтому мы называем это шестеркой Но по факту мы общаемся со всеми То есть у нас нет вот мы шестерка Вот мы никого сюда не пускаем Нет, такого нету Мы общаемся со всеми Вот Женя Гайдова тоже дружим, общаемся Много с кем общаюсь У тебя есть вообще какой-то лучший друг? Ну вот в целом Человек, которому ты бы мог рассказать Абсолютно все в этом Ну как бы Абсолютно все, наверное, нет Угу Нет Лучшего друга Я считаю, лучший друг Это прям тот человек Вот который Прям вот в любую секунду ответит В любую секунду поможет Но Мне кажется, таких людей не существует просто Вот который прям Ну нет таких идеальных людей Но у меня такое понятие лучшего друга Вот Ну то есть ни одного из человек в вашей компании Ты не можешь назвать Лучшим другом Лучшим другом нет Как ты считаешь, ты вообще когда-то можешь Сможешь найти такого человека? Возможно Вот, не могу говорить за будущее А твои друзья только из музыкальной сферы? Нет, конечно Я вот с Владивостока друзья Я дружу с Тимофеем, Лианой Они мои одноклассники Они никак не связаны с музыкальной сферой Также в Москве тоже друзья не связаны с музыкальной сферой И вообще много друзей, которые живут в разных уголках России И не только России А у тебя сейчас возникают какие-то сложности с адаптацией именно в новом классе? В новом классе я уже почти год Уже заканчивается учебный год как раз Что могу сказать? Классные люди Классные люди Помогут Услышат Поддержат Вот Поэтому ничего плохого сказать не могу У нас прекрасный и классный руководитель Который тоже помогает во всем Общаюсь со всем классом почти А как они относятся к тому, что Ну ты достаточно популярная личность? Я не могу сказать, что я популярная личность Я просто узнаваемый как образ, скажем так То есть многие знают меня внешне Но не знают, как меня зовут То есть как образ узнаваемый Но я не могу сказать, что я популярный Популярный человек тот, которого знают практически все То есть знают его имя Вот как раз таки к этому я и стремлюсь Чтобы стать популярным Но сейчас я не могу назвать себя популярным Раз уж ты заговорил про образ У тебя, как я понимаю, 400 тысяч в тиктоке Ну не 400 У меня 300 Сейчас скажу А я люблю подбадривать своих гостей И я посылаю значит знаки во вселенную Сейчас ты выходишь, какое-то видео у тебя залетает И там еще Тысяч сколько? У меня 376 1035 Уже добавляется сразу Потому что мы посылаем этот сигнал во вселенную Вот То есть ты связываешь это вообще с тем, что Возможно, ты сам по себе человек красивый Спасибо Вот у тебя лицо красивое Спасибо Связываешь ли ты это с тем, что Людям просто приятно на тебя смотреть Как ты думаешь, что играет ключевую роль в том, что тебя смотрели Ну смотрели, потому что тикток ушел Ну и смотрят Мне кажется, влияет все вместе То есть и образ, и внешность Мой тикток связан все-таки с вокалом в какой-то мере Вокальные данные Поэтому все вместе играет большую роль Ты сильно расстроился, когда платформа эта ушла из России? Я был в шоке, честно говоря То, что просто вот так вот И... А что делать дальше? То есть Я снимаю в тикток Потому что мне это нравится И когда закрыли эту платформу Я где-то Наверное, месяца три Может даже больше Я уже не помню Я просто не знал, что делать Потом Появились какие-то способы Я ездил в Грузию Купил себе там сим-карту И начал снимать видео опять Конечно Были не такие охваты Были не такие охваты Но со временем, конечно Можно все нагнать Вначале были маленькие просмотры Сейчас такие средние Но вот месяц назад У меня три ролика залетали Один был три миллиона Другой был два миллиона Другой один То есть просмотры и люди Люди есть Сейчас очень много людей в России Находят способ Чтобы смотреть тикток Многие смотрят Многие листают Реагируют Угадаешь песню задом наперед Ну что, угадал что это за песня? Пиши в комментарии Я надеюсь скоро все вернется То есть ты до сих пор снимаешь в тикток, правильно? Да, я снимаю видео А ты как-то выкладываешь их в другие соцсети? Ну есть же Я пытаюсь Я пытаюсь даже в тикток каждый день выкладывать Но не всегда получается Я не могу выложить видео, которое сделано за три секунды То есть я пока свет выставлю Пока снимусь Вот я сейчас нахожусь на факультете Это такое сообщество блогеров Как агентство, можно так сказать И мне предоставляют локации оператора И это конечно очень упрощает съемки Улучшает качество Так как на камеру получается намного лучше картинка И конечно это также влияет на охват То есть красивая картинка больше зрителей Гош, что ты мне сегодня исполнишь в рамках новой рубрики «Реальное голосовое»? Я исполню песню Джеймса Артура «Trainwreck» Рассел? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок С каким лейблом музыкальным Дима Торзок Лейблы работают так, но ты сам это все знаешь, что у них есть какие-то известные артисты, и все идет в этих известных артистов. Раскрутка и все остальное. Деньги. Деньги в том числе. Я хочу попасть в тот лейбл или к тому человеку, который будет заниматься искренне. То есть у него будет искра в глазах. Он настолько ему понравится мой талант, что мы вместе вот этой командой дойдем к какой-то верхушке. Вот я хочу так работать. Как ты думаешь, ну вот если условно представителям Blackstar не понравился бы твой вокал, твой талант, они бы не увидели в тебе какую-то будущую звезду? Они бы, наверное, тебе не написали? Почему ты им отказал? У Blackstar не очень хорошие условия. Это все знают. Ты хочешь сам как артист развиваться вообще без лейблов? Нет, я же говорю, я не против лейблов. Если мне напишут, это будет классно. Просто пока я не нашел идеальный вариант. Я сейчас выпускаюсь через один лейбл, но я не являюсь артистом этого лейбла. А что это за лейбл? Я сейчас выпускаюсь через Xeon Music, но я не являюсь артистом этого лейбла, полноценным. Хочется, конечно, стать полноценным артистом какого-то лейбла хорошего, который будет заниматься. Обычно люди после таких серьезных проектов, особенно когда они доходят до серьезных этапов, они перестают ездить на конкурсы. Что думаешь об этом ты? Я сам по себе не люблю конкурсы, потому что это огромный стресс. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я чувствую стресс. Чувствую стресс. И на самом деле, как раз-таки конкурсы помогают с этим бороться. Чем чаще ты выходишь на сцену, тем меньше ты боишься. Но этот страх никогда не уйдет. Он всегда будет присутствовать, просто его можно немножко уменьшить. Я так считаю. Участвую ли я в конкурсах? Иногда. Нужно ли участвовать в конкурсах? Нужно. Особенно тем ребятам, которые только начинают. Конкурсы помогут им меньше бояться сцены, быть увереннее в себе. Но я считаю, конкурсы это хорошо. У тебя есть проект, на который попасть – это твоя мечта? Ну, можно зарубежный, можно российский. На самом деле, не очень хочу участвовать в каком-то проекте. То есть это классно, если пригласят, если я сам куда-то попаду через кастинг. Но все-таки, когда ты участвуешь в проекте, тебя потом ассоциируют с этим проектом. То есть вот все, кто вышел с «Голос дети», ну сколько людей, которые стали известными? Мало. Ну, не скажу. Есть Алиса Кожикина. Есть Алиса Кожикина. Есть много людей. Есть Микела Абрамова. Да, но они, понимаешь, Микела тоже, кстати, классная. Микела очень классная. Очень классная. Микела, если ты слышишь это, приходи ко мне на интервью. Мы бы с тобой замечательно заобщались. Приходи. Есть люди, но их единицы. Они почему-то, почему-то они останавливаются после этого проекта. Они считают, что это их вышка. Но на самом деле нет предела совершенства. Нету и никогда не будет. В любом случае, вот ты репетируешь, с каждым разом у тебя получается что-то лучше. И не нужно останавливаться на одном проекте. Вот ты выступил и ушел, например. Напиши свои песни. Попробуй писать свои песни. Если не получается писать, купи песню. Не у всех, конечно, есть возможности. Но нужно как-то дальше двигаться, а не стоять на месте. Вот я считаю так. А ты уже пишешь сам песни? Я пытался писать песни сам. Я не могу сказать, что у меня получается идеально пока что. Я ищу себя в этом. На самом деле сложно. Сложно, но я пытаюсь. Пока что мне либо пишут песни, либо недавно мой брат, у него пришло какое-то осознание, он начал писать песни. Он понял, что мне нужно как-то идти дальше, а тратить деньги на песню каждый раз, а это большие деньги, это как-то не очень. И он просто сел, включил бит в интернете и написал песню. Причем в песнях очень даже классно. Вот недавно вышло, наверное, недели шесть назад, песня «Снег на губах». А, я только хотел про нее узнать. Вот, песня «Снег на губах». Это написал твой брат? Ее написал мой брат. То есть он сейчас, скажем так, пишет для тебя песни? Да, я тоже принимал участие в этой песне, но большинство своих усилий принес в эту песню мой брат, за что ему огромное спасибо. «Снег на губах» тает в слезах, почему мы не смогли все эти чувства понять?» У тебя есть вообще какая-то реальная история в жизни, которая повторяла бы сюжет этой песни? Наверное, нет. И слава богу, это хорошо. Надеюсь, никогда не будет. Расскажи про ваш проект. Ты уже упоминался. «Не друзья». «Не друзья». Ну, я так понимаю, что уже ты не в «не друзьях». Я не могу сказать, что я не в «не друзьях», как в компании людей. Но как в проекте ты уже не так. Но как в проекте уже нет. Заканчивается сезон. Я не знаю, будет ли второй сезон. Но не могу говорить за будущее, опять же. Но сейчас я не в проекте на данный момент. Почему вы вообще решили его так назвать? Как я понимаю, на время того, как вы придумывали это название, ты еще был в проекте? Да. Идея произошла вообще от нашей встречи для записи клипа на Новый год. У нас есть клип-кавер на Last Christmas, совместный, где мы все поем эту песню. И решили создать какой-то проект. Потому что всем понравилось, как мы все вместе смотримся. То, что это будет интересно людям, скорее всего. Все так подумали. И решили сделать какой-то проект. Появилась идея записывать вайны. Потом это все переросло больше в такой интернет-сериал для подростков. Вот. По серии, там, не знаю, минута-две. Стали записывать. Людям вроде заходило. И круто, что заходило. Гош, этот вопрос я задавал Фердаву Суавезову, когда он здесь сидел. Я уже понял, потому что я смотрел интервью. Да, ты все интервью просмотрел, да? Да. Не прям все полностью, но несколько интервью просмотрел полностью. Как ты думаешь, какой сейчас будет вопрос? Я не буду говорить. Давай ты его скажешь. Но сразу ответ нет. Нет. Сразу ответ нет. Подождите, в смысле нет? Так, видимо, у нас немножко разные вопросы. Нет, мне кажется, это тот вопрос. Какой? Ну, говори. Ладно, я хотел задать вопрос про твой имидж. Да. Говори. Почему ты решил сделать кудряшки? Это мои кудри. А это от природы? Это мои волосы. Ну, я понимаю, что это твои волосы. Ты их закручивал искусственно или... Нет. А, это от природы? Да. Все понятно. Именно поэтому я сказал нет, потому что я не делаю ничего для своего имиджа. То есть я, возможно, как-то одеваюсь, но тут все, ну, настоящее. Не, ну просто у него они искусственные. Да, я знаю. Он их закручивал сам. Да, я знаю. Ты, наверное, подумал, что я тебе задам вопрос... Да. ...про весь ли этот имидж для того, чтобы нравиться девочкам. Вот. Ну, ладно, отвечай. Нет. Тоже нет? Наверное, нет. Ну, потому что нет образа никакого. То есть я такой, какой я есть. Я не могу сказать, что это образ. Для меня образ — это создание какой-то своей, типа, другой личности. То есть, когда ты... Ну, в кого ты перевоплощаешься? Ну, типа того. Угу. Вот. Ну, я подозреваю, что тебе какие-то всякие девочки пишут в директы. Ну, бывает. Бывает. Как ты отвечаешь на это? Никак. Как бы не старался. Никак. Да. Да. Какая твоя любимая песня у Джонни, раз уж мы заговорили. Какая любимая? Да. Никак прикольная. Нравится. Знаешь, что Фердавс должен был, должен петь. Да, да. Ну, я же смотрел интервью. Да я же откуда-то знаю, что ты смотрел, а что ты не смотрел. Я смотрел интервью, я знаю. А ты бы хотел как-то в будущем поменять свой имидж? На самом деле, мне кажется, ничего менять мне не нужно. Ну, наверное. Не знаю. Ну, вот давай представим ситуацию. Мы разговаривали про лейблы. Я знаю, что Алиса Кожикина ходила по лейблам, и ее постоянно пытались менять. То есть ей там хотели какую-то рокерскую, рокерские раке сделать или что-то в этом роде. Вот если бы тебе написал какой-то крутой лейбл, к которому ты хотел бы присоединиться, они бы сказали, Гош, тебе нужно побриться на лысо. Что бы ты им ответил? Они бы просто так не сказали. Ну, нет. Может быть, разные. У всех людей разные видения. Смотри. Во-первых, смотря какой лейбл. То есть мне... Вот самый желанный твой лейбл. Вот все бы тебе сказали, у тебя такой классный вокал. Ну, в такой ситуации, в такой ситуации, да, я бы подстригся. Ну, у меня бы отросли волосы заново. Ну, все, проблема. Ну, а если бы они тебе сказали вот именно развиваться, как лысый человек, или как-то хотели бы поменять твою внешность, ты бы согласился на это вообще в целом? Я не знаю. Если подстричься один раз... Нет, ну вот именно развиваться тебе, тебя будут все знать, как... Лысый артист. Да, лысый артист. Наверное, нет. Не согласился бы мне это? Вот не за любые деньги, абсолютно не за любое творчество. Если бы тебе сказали, завтра ты будешь звездой... Нет, ну это странно. Вот опять же повторюсь, скорее всего, такого не будет, потому что фишка именно в волосах. То есть все поэтому и пишут, ну, потому что это влияет все-таки на узнаваемость, на, возможно, какую-то реакцию зрителя, вот. Ну, то есть ты считаешь, что твоя основная фишка – это кудрявые волосы, ну, именно в... Во внешности, да. Во внешности. Почему ты решил подать заявку на голос детям? На этом настоял мой прошлый педагог, Наталья Кучмей. Она говорила то, что надо, вот, если не возьмут, то она будет просто в шоке, ну, потому что уже пора. Мне было тогда сколько лет? 14, наверное. Ну, уже нужно было, потому что уже бы было поздно потом идти. На самом деле я бы пошел даже чуть раньше, потому что в тот период у меня уже началась ломка, и я не мог показать полных возможностей. Она до сих пор идет, поэтому я жду, когда она закончится, чтобы ворваться в эту индустрию заново. А как ты вообще сейчас с ней справляешься? Она не так сильно влияет на мой вокал, просто она мне немножко укоротила диапазон, и бывают петушки. Ну, а ты как принимаешь себя, вот, ну, в психологическом плане? Ну, мне кажется, это немного сложно. Пел-пел с одним голосом, вот, а потом бац, и как бы, ну, минимум на октаву он спускается. Вот, как ты вообще это, ты принимаешь себя с этим? Нет, на самом деле мне абсолютно комфортно сейчас с моим голосом. Бывают такие моменты, когда я пересматриваю свои ролики год назад, даже. У меня ломка идет очень медленно. Год назад, вот, я тогда не понимал, что я так классно пою. А я пел очень классно. Вот именно тогда, когда у меня произошел такой небольшой взлет в ТикТоке, я пел очень классно, но тогда я этого не осознавал. У меня был классный фальцет. Сейчас я не могу фальцетом петь, ну, пока ломка не прошла. Но вот в плане введения своих страничек в социальных сетях. Да, перфекционист. А как для тебя их вообще сложно вести? На самом деле сложно именно вот из-за этого перфекционизма. Потому что бывает, иногда выставляют то, что мне не совсем нравится. Всегда, я даже не могу ролик просто так выложить. Я всегда скидываю друзьям и спрашиваю, норм или не норм? Вокальное видео, невокальное видео. Всегда спрашиваю, норм или не норм? Если мне говорят норм, я такой переслушиваю опять. Ну, ладно, нормально. Нормально. Не хорошо, не идеально, но нормально, выложить можно. Все-таки люди, которые смотрят, ну, в основном, они не копаются в этом так глубоко, они не обращают внимания на все ноты, они смотрят на картинку в целом, им нравится. Но я-то понимаю, что тут я совершил ошибку, тут я сделал что-то не очень, и иногда это сложно. Ну, правда, сложно, потому что хочется выкладывать только такую идеальную картинку. Гоша, предлагаю немного размяться не только в физическом плане, но и в музыкальном, и сыграть в мое любимое шоу-шоу «Музыкальные статусы». Дамы, господа, ladies and gentlemen, добро пожаловать в мое любимое и уникальное шоу-шоу «Музыкальные статусы». Это мой сегодняшний гость Георгий Дзибоев. Значит, рассказываю правила нашей замечательной игры. У нас есть первая часть предложения, она звучит так. Эту песню я пою. Когда, и вот, соответственно, под этими карточками спрятаны эти предлагаемые обстоятельства. Когда же ты поешь эту песню? Ну, например, эту песню я пою, когда делаю уроки. Соответственно, ты поешь песню, когда ты делаешь уроки. Окей. Все, перемешиваю, чтобы все было честно. Вот. Готов? Пописываем карточек. Да, готов. Готов. Что? Много вариантов. Слишком. Так. Когда хочется на пляж. Ну, видимо, на пляж во Владивостоке. Эту песню Георгий Дзибоев поет, когда ему хочется на пляж. А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо. Дальше я не знаю слов, это грустно. Давайте. Все, охалай-махалай, интересную карточку выбирай. Мне кажется, вот это самое интересное. Так. Когда не хочу ничего петь. Эту песню Георгий Дзибоев поет, когда ему ничего не хочется петь. Гоша, три секунды на размышления и давай. Когда не хочу петь, я ничего не пою. Так можно? Нет, так нельзя. Так нельзя. Так, Гоша, ну ты провалил свою одну карточку. Давай, две штрафных тебе за это. Две? Две, конечно, как ты думал. Готов? Так. Когда выкладываю новый пост на свою страничку. Эту песню ты придумал? Какую песню? Не придумал. Сейчас, подожди. Я думаю. Эту песню Георгий Дзибоев поет, когда он выкладывает пост, новый пост на свою страничку. Снег на губах, тает в слезах. Почему мы не смогли все эти чувства понять? Как всегда я один, ну а ты не одна. Наши грустные мысли забыть навсегда. Возможно, я пытаюсь так мысленно пропиарить свою песню. То есть, понимаешь, выкладываю пост и думаю о своей песне, что и пост залетит, и песня залетит. Вот так. Гош, ну мне эта песня очень нравится. Я уже добавил свой плейлист. Так. Класс. 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 Ой, третья уже, уже третья. Когда страшно волнуюсь. Эту песню Георгий Дзибоев поет, когда он страшно волнуется. Когда ты страшно волнуешься. Перед выходом на сцену, перед важным каким-то мероприятием, перед контрольной. Представим, что ты сейчас из этого кабинета пойдешь писать ОГЭ. Что ты будешь петь? Ни одна из этих герлс мне не вберила. Поднял вверх весь свой сквад, будто перила. Я как гад сделал всех, вот и все дела. Прыгнул на быка, да порою было нелегко. У вас прям с Милана какие-то одинаковые музыкальные вкусы. Она тоже самое пела? Да. Я просто пропустил что-то. А, нет, она пела, что она пела? Она пела Уигра Гетлов. А-а-а. Это Фердавс. Вы оба кудрявые. Так, 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 так. Стой. Откуда энергия? Теплая. Перемешался. Теплая. Стой. Вот. Вот это. Откуда. Когда просят что-нибудь спеть. Моя любимая карточка. Что ты поешь, когда тебя просят что-нибудь спеть? Угу. Оставим так. Даже переписывать не будем. Все. Хорошо. Давай, финальная карточка. Фоу. Так. Когда представляешь, что я звезда мирового масштаба. Эта карточка осталась у нас с прошлого раза. Ну что? На самом деле, я бы спел сейчас опять, ни одна из этих герлз мне не верила. Но нужно подумать, что еще сюда подходит. There ain't no gold in this river But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to... Я думаю, достаточно. Хорошо. Ну что, возвращаемся в нашу студию и продолжаем наш реальный разговор. У многих артистов есть песни, которые им написали, а есть, которые они сами написали. Да. Вот. Мне кажется, и у Егора тоже есть песни, которые мы написали. Да, конечно. Недавно слушал новый альбом Вани Дмитриенко. Да, Вани Дмитриенко сам себе пишет. Последний альбом написал он сам себе. Вот песня «Паранойя» классная. Он тоже классно пишет. Вот. И поет классно. А ты бы хотел приблизиться к пути Вани Дмитриенко? Вообще в целом? Я не хочу к кому-то приближаться. Я не хочу ни за кем повторять. Я хочу, чтобы у меня был свой собственный путь. У меня нет какого-то кумира. Вот прям кумира, знаешь, такого прям «ааа, вот хочу быть как он». У меня нет такого. У меня есть люди, которыми я восхищаюсь, но я не хочу быть как они. У них своя судьба. Они прошли через какие-то сложности. Ты же не знаешь, что они преодолели. Ты не знаешь, насколько им сейчас плохо. Возможно, они показывают себя такими веселыми. Все у них классно в жизни. А по факту у них там нету, например, вообще друзей. Им одиноко. У них какие-то проблемы в жизни. Они это не выносят в большинстве своем. И я не хочу повторять чей-то путь. Я хочу, чтобы у меня был свой путь. И чтобы я смог преодолеть свои какие-то вот эти вот камни. И оказаться на вершине. Где бы ты хотел организовать свой сольный концерт? И когда? На самом деле, пока про это не думаю. У меня мало песен своих. У меня была песня под моим старым никнеймом. Ну, просто Георгий Цубоев. Песня «Бесконечность». Такая песня не для широкого спектра слушателей. Но те, кто ее слушал, она им нравится очень сильно. Но это не на большую аудиторию песня. Потом как раз-таки вот моя вторая песня недавно вышла. «Снег на губах». И в дальнейшем сейчас планирую выпускать песни. И только потом, когда у меня будет уже свой репертуар достаточно большой, чтобы провести свой сольный концерт, только тогда я буду думать, где я буду его проводить. Потому что сейчас об этом думать просто нет смысла. А как ты вообще придумал этот псевдоним? Сейчас у меня псевдоним Георг. Ну да, я про него и говорю. Как придумал, просто меня многие называют Гоша во Владикавказе. Это моя вторая родина. Я осетин. Мой папа с Владикавказа. Меня называют все Георг. То есть кратко от Георгий. Георг. И у меня было два варианта. Либо Гео, либо Георг. Я все-таки остановился на Георг, так как многие близкие меня так называют. И мне кажется, достаточно хороший псевдоним. А где ты пишешь именно аудиоматериал? Всегда по-разному. Как получится. Вот недавно записал новую песню. Мы ее писали на квартире. А у тебя есть домашняя студия? Не моя. Писали на квартире у друга. Записывался у Мартина, у Миши Смирнова. Вот снег на губах у него писали. Вот у Миши Смирнова, у Игоря Смирнова тоже писал. Вот у него больше всего писался. Потому что вот все кавера, все вот эти совместные проекты мы пишем у него. А где вы писали именно клип на песню «Изион ми»? «Изион ми» мы снимали в Осетии, в горах, во Владикавказе. Вообще это было все очень спонтанно. Мы на машине. Едем во Владикавказ из Москвы. Тут появилась какая-то переписка, вот общение с Софией Фантой, с ее мамой и с Ноной Миногиной, оператором. Появилась идея снять клип в Владикавказе, в горах. Ну потому что красиво, классно, природа. И просто как-то это решили вот в одну секунду. Все, записываем. Тут решили определяться с песней. Как раз вышла «Изион ми» в тот период. Ну, недавно она тогда вышла. Мы выбрали ее. Она как раз подходит под ландшафт, подходит по атмосфере. Записали. Записывали клип, по-моему, два дня. София прилетела во Владикавказ на три дня. У нас был один день отдыха. И два дня мы снимали полностью. Это было очень классно. Куча воспоминаний с того момента. Хотя, ну, казалось бы, два-три дня. Но воспоминания прям отложились. Расскажи немножко поподробнее про свою семью. Из кого она состоит. И как вы проводите время вместе? У меня есть папа, мама и мой старший брат, Миша. Папу зовут Олег. Он предприниматель. Маму зовут Елена. Она работала в банке. У нас классная семья. Очень часто проводим время вместе. Часто вы ездите на родину к папе? Стараемся каждое лето. Бывает, иногда не получается. Но вот планирую этим летом, в том числе, кроме Владивостока, посетить Владикавказ. А у тебя есть какие-то любимые места именно во Владикавказе? Я очень люблю наш двор. Вот, где я там... У нас там есть квартира. И вот этот внутренний двор. Очень много там классных людей, с которыми в детстве, вот когда приезжал летом, общался. Дружили, гуляли, бегали. Ну, что только не делали. Вот, я не знаю, прям какие-то классные места города. Ну, центр. Вот, парк развлечений там есть. Больше люблю загород. Ну, тоже места не могу назвать. Но очень много там красивых мест. Вот ты просто уезжаешь загород. И вот едешь, едешь, едешь. И вот с любой стороны, куда ни посмотри, будет классно. То есть ты очень любишь такой, скажем так, природу, да? Я люблю горы, я люблю море. Ты любишь вообще время проводить один в целом? Ну, вот в каких-то природных местах? У меня такого не было. Не могу сказать. Мне, наверное, больше нравится в компании находиться. Гоша, как вы решаете ваши семейные проблемы? Я не могу сказать, что у нас есть какие-то проблемы в семье. Ну, это как бы понятно, что нет никаких супер больших проблем. Но какие-то мелкие же бывают, недопонимания или что-то. Как вы вообще с этим боретесь? Мелкие недопонимания бывают, но как-то они проходят, не знаю. Все равно приходим к какому-то общему мнению. Ну, а как вы это решаете вообще в целом? Вы садитесь, разговариваете или, возможно, вам нужно какое-то время подумать самим, походить? Наверное, нужно какое-то время. Но на самом деле не часто случаются ситуации, над которыми нужно думать, как их решить. У нас достаточно дружная семья. Люблю своего папу, люблю свою маму, люблю своего брата. У многих артистов очень большие проблемы с образованием. Именно этим средним, старшим и так далее. Потому что не хватает времени. Да. Как это происходит у тебя? Давай, наверное, разделим части, как это происходило во Владивостоке. Как это происходит сейчас в Москве? В Владивостоке у меня было не так много выступлений. Даже после того, как я приехал. Были, конечно, иногда какие-то там концерты. Но их было не так много, поэтому у меня хватало времени. Хватало времени уделять, опять же, время и тому, и тому делу. То есть и школе, и какой-то своей карьере. В Москве чуть, конечно, было посложнее. То есть я перешел в новый класс. Это, ну, какой-никакой стресс изначально, потому что ты не знаешь людей. Ты приходишь, с ними знакомишься. Плюс девятый класс, подготовка к экзаменам. Сейчас скоро буду писать ОГЭ. Какие ты предметы сдаешь? Я сдаю самые банальные. Общество знания, географию, русский, математику. Я готовлюсь к экзаменам. Иногда, наоборот, выступаю. Поэтому совмещать все не всегда получается. Но я стараюсь. На какие оценки ты учишься? Я хорошист, наверное, так скажу. Бывают иногда тройки, но в основном хорошие оценки. А как к твоему творчеству относятся учителя? Вот в прошлой школе отношение было странное на самом деле. То есть, когда я приехал после Голоса, меня даже никак не встретили. То есть, не было... Я просто знаю, у моих друзей из Голос дети встречались с какой-то линейкой. Ну, может быть. Типа, вот, приехал. Ну, нужно подержать. Там то, сё. Кого-то просто в классе встретили. Меня никто не встретил. То есть, я пришёл в класс, и у меня такие... О, Гоша приехал. Всё. Это вся реакция. То есть, никто даже не подошёл, не спросил. Никто... Ну, никто ничего не говорил. Здесь некоторые люди меня узнали сразу, потому что знали меня из ТикТока. Меня в основном с ТикТока узнают больше, чем с Голос дети. Меня узнали некоторые, познакомились сразу в первый же день. Кто-то не знал. И самый прикол был в том, что почему-то начали обсуждать Дору в группе, в беседе класса. Почему Дору? Просто Дору. Извините, я не в теме. Он поёт, который. Просто как-то начали её обсуждать. Не, ну я понимаю, кто такая Дора, я просто не понял, какое отношение это к тебе сейчас имеет. Нет, смотри. Просто начали её обсуждать. А Дора снимала со мной дуэт в ТикТоке, который набрал миллион лайков. И там что-то около 20 миллионов просмотров. Я закидываю туда этот видос, и всё-таки, понятно. Вот, после этого... Ради этого стоило записывать каждый день в ТикТоке? Почти все узнали. Когда я прохожу по школе, вот, я, ну, вижу какие-то взгляды. Я понимаю, что кто-то узнаёт, кто-то знает, кто-то подходил фоткаться. Вот, особенно маленькие ребята, маленькие дети, вот, изначально школы, очень часто подходят сфотографироваться. Узнают и старшеклассники. И мне кажется, это классно, но многие почему-то думают, что если они меня знают, значит, я, типа, такой звезда, не звезда. У всех отношения разные. Кто-то считает то, что... Ну, типа, и чё? И что? Что там у него есть подписчики? Кто-то считает, блин, вау, он бог. Но ни то, ни то неправильно. Мне кажется, в первую очередь, я человек, какая-то личность. Кто-то боится подойти. У меня, на самом деле, не было такого. Но многие, знаю, было то, что их хейтят за то, что они, там, с голоса дети. Вообще хейтят за то, что они, типа, какие-то особенные. Боим честно, буллит. Буллит, да, буллит. У меня, слава богу, такого не было после голоса дети. Меня просто как бы не встретили никак. Но у меня всегда было хорошее отношение со своими одноклассниками. Но просто неправильно буллит или хейтить человека за то, что он достиг какого-то успеха. То есть, скорее всего, в основном, это либо недостаток внимания у человека, либо желание достичь такого же уровня. Как тот человек. И они начинают выплескивать свои эмоции, чтобы как-то самоутвердиться за счет этого человека. Просто многие с голоса дети, вообще дети, которые становятся, попадают в свой бизнес, они переходят на домашнее обучение. И не просто потому, что они хотят учиться на домашнем обучении. Потому что это целая проблема. А потому что вот у меня очень много знакомых, которых кидали с лестницы в школе. Серьезно? Да, над которыми мы прям смеялись от внешности до голоса. То есть, проходились просто полностью по человеку. И... Ну, это неправильно, я считаю. Все-таки всегда должно быть какое-то человеческое отношение. Бывает такое, что вот человек тебе не нравится. Ну, вот просто не нравится. Но зачем тогда высказывать какое-то мнение? То есть, если тебе не нравится человек, наверное, ты даже не станешь уделять ему какое-то внимание. То есть, ну, забей, что тебя так триггерит с этого, что человек известнее тебя или неизвестнее, или у него что-то лучше получается. Вот. И даже если человеку что-то может не нравиться, это не значит, что это как-то неправильно. Возможно, проблема в этом человеке, то, что ему это не нравится. Но если тебе не нравится, тогда, ну, твои проблемы. Другим нравится. Я уверен, что под твоими выступлениями на голосе наверняка были какие-то хейтерские комментарии. Мало. Очень мало. Возможно, я давно не заходил. Скажи, как ты вообще на это реагировал? На самом деле, никак не реагировал. К хейту отношусь, наверное, как-то вообще нейтрально. И всегда к нему так относился. Возможно, мне это даже как-то помогает развиваться в соцсетях, потому что мне пофиг абсолютно, что мне напишут. Я делаю то, что я хочу. У меня есть своя какая-то внутренняя перфекционизм, свой внутренний. Я понимаю, что мне не нравится или нравится, но мне все равно, что скажет другой человек. То есть, если это близкий человек, возможно, я прислушаюсь, но я все равно подумаю, так ли это или не так. Я не буду париться из-за мнения другого человека. Я, возможно, пропущу через себя, проанализирую и пойму, считаю ли я так или я так не считаю. Если я считаю, возможно, что-то изменю. Но если я не буду считать это какой-то проблемой или минусом, я не буду ничего делать. Гоша, вот ты сказал, что, ну, как бы, ты не бог, но в то же время тебя нельзя никак принижать. Нет, меня нельзя принижать. Вообще никого нельзя принижать. Ну, я говорю в целом, ну, как бы, на твоем примере, в общем. То есть, ты обычный человек. Обычный человек. Да. Давай тогда представим ситуацию, что тебе, с тобой хотят кто-то познакомиться и для этого пишут тебе в директ. Что бы ты ответил на это сообщение? Смотри, это странно писать, типа, давай подружимся. Ну, нет, вот условно. Я, ты человек, я бы тебе написал, что, типа, привет, Гоша, ты классно, мне нравится твое выступление, твои, как бы, твоё творчество. Я бы хотел с тобой пообщаться. Ты очень классный, мне кажется, мы с тобой нашли бы много общего. Что бы ты ответил на это? На самом деле, есть несколько человек, которые меня зацепили. То есть, они мне что-то написали, я даже подписался на них взамен. взаимно. Ну, взаимно, да. И иногда общаемся, то есть, мне реагируют, я что-то там отвечаю, но я не могу ответить всем. То есть, если это просто сообщение, привет, давай подружимся, наверное, я никак не отреагирую. В основном, я знакомлюсь с людьми в жизни. То есть, если меня что-то зацепило. Но если у людей нет возможности пообщаться с тобой в жизни. Смотри, в директе я отвечаю. Я стараюсь отвечать. Типа, если мне напишут, привет, давай познакомимся, я напишу, привет, прости, в интернете не знакомлюсь, но типа, всегда, когда мне пишут, я как-то реагирую. То есть, я могу поставить лайк на сообщение. Если со мной хотят пообщаться, я могу пообщаться. Все зависит от обстоятельств. Ну вот просто у Алисы Трифоновой, которая здесь сидела, она мне этого не говорила, но я видел по ее социальным сетям. У нее категоричная позиция в этом плане. То есть, если ей пишут познакомиться, она не знакомится абсолютно в социальных сетях и вообще считает это каким-то ненормальным. Вот. Ну а если человек просто решил, ему действительно интересен ты как человек, не как друг, который будет, типа тот самый крутой популярный друг. Да-да-да. Вот. А если, ну это действительно какой-то классный, искренний, интересный чувак, то есть, ну ты бы смог с ним вот реально общаться. Не реакциями перекидываться, а реально общаться как со своим, ну я не знаю, для каждого... Человек зацепит, Для каждого понятия друг это вообще абсолютно разное. Ну то есть, для кого-то друг это вообще, ну то есть, у кого-то нет друзей. Да. Хотя друзья... По факту есть какие-то знакомые, которые просто не считают Да, кто-то называет друзей знакомыми, кто-то знакомых друзьями и так далее. Поэтому, ну нет какого-то понятия общего. Вот. То есть, ты бы общался, да? Если бы тебя зацепили, тогда вопрос, как тебя зацепить? Вот что тебе должен написать человек, чтобы ты решил, вот я хочу с ним пообщаться. И были ли вообще такие случаи? Смотри, мне писали люди по поводу вокала, например. То есть, мне пишут, блин, я просто тобой восхищаюсь, ты такой классный. Вот, типа, помоги мне. Вот как, как научиться петь, там, как достичь каких-то высот? Я отвечал, я помогал. Меня спрашивали педагогов каких-то вокальных. Я говорил, к какому педагогу можно пойти. Меня спрашивали, какие-то советы, как попасть на голос дети, как пройти. Я тоже подсказывал. То есть, я стараюсь общаться со всеми в любом случае. У меня не так много сообщений в директе, их не миллион. Я в силах ответить на все. Поэтому, если вы хотите ко мне обратиться, пишите мне в директ, я вам обязательно отвечу. Но на такие сообщения, как просто привет, обычно я не отвечаю. Ну, что изменится? Вот я напишу человеку, привет. Ну, что будет? То есть, если человек сразу описал свои какие-то эмоции или не эмоции, не знаю, у него есть просьба какая-то, что-то, а не просто сообщение привет, или не просто смайлик. Зачем мне отвечать на смайлик? У смайлика нету никакой смысловой нагрузки. Да. Вот. Опять же, это про зацепить. Если меня зацепят, я отвечу. Ну, то есть, такая сводка, чтобы тебя зацепить, что тебе нужно написать? Тебе нужно какой-то совет попросить? Или тебе... Что человек сам хочет написать, обратиться? Это ж не я... Смотри, вот я напишу, вот я сейчас скажу. Мне нужно обратиться, ко мне нужно обратиться, написать там привет, Гоша, или привет, Геор. Так, если хотите зацепить Гошу Дзебоева, пишите ему привет, Геор. Привет, Геор. Ну, смотри, даже если скажу, напишите привет, Геор, как у тебя дела? Ты ответишь на это? Не буду я на это отвечать. Я сейчас дам определенный шаблон, и у меня люди будут писать привет, Геор, как у тебя дела? Так не пишем, так не пишем. Это стоп-лист. То есть, если у человека есть какой-то искренний вопрос, искреннее желание какое-то пообщаться, я же это пойму по сообщению. Если я пойму, то что человек прям искренний, настоящий, есть же, понимаешь, есть люди в интернете, которые, например, у них страница не со своей фотографией. В том плане, что там сидит какой-то маньяк, допустим, а у него там фотография какая-то с интернета скачанная. Есть много людей ненормальных, и ты не поймешь, нормальный это человек или ненормальный. Только пообщавшись ты это узнаешь. А тебе вообще угрожали в директе? Нет. Угроз у меня не было, но были у других людей. Поэтому я это говорю, что в интернете ты общаешься, ну, непонятно с кем. Ты же не знаешь этого человека в жизни. Даже в жизни, если ты знаешь человека, ты не знаешь, чем он занимается. Ну, можешь не знать, чем он занимается. Поэтому прям какого-то шаблона, что мне написали, я ответил, его нету. Я пойму по вашему сообщению, действительно ли вы хотите как-то общаться искренне. Тут сидела Алиса Трифонова и сказала, что если бы ты не жил сейчас в Москве, скорее всего, вы бы не общались. Ты поддерживаешь такую позицию? Ну, то есть, это мы возвращаемся к теме дружбы, которая как бы в основном... Возможно. Потому что на расстоянии общаться очень сложно. И все-таки нас связывают какие-то проекты, какие-то мероприятия. И это способствует нашему общению. То есть, мы как-то сближаемся. Я не говорю только про Алису Трифонову. Я говорю про всех. Когда я жил в Владивостоке, я общался меньше с этими людьми. Но когда я сюда приехал, я с ними общаюсь больше. А с теми, кто был в Владивостоке, общаюсь чуть меньше. Я стараюсь всегда поддерживать отношения. Но все-таки, когда ты наедине с человеком, не наедине с человеком, а когда ты находишься в одном месте, вас связывают какие-то... Вы можете погулять вместе, пообщаться, вы можете поучаствовать в каком-то проекте. Это связывает, объединяет. Поэтому все возможно. То есть, ты не веришь в дружбу на расстоянии? Верю, но ее сложно очень продержать. Если это дружба на расстоянии, но периодически вы с человеком видитесь, то окей. Ну, прям вообще отлично. А если вы просто на расстоянии вы не видитесь, и, возможно, вы увидитесь там только через три, ну, даже три года. Хотя это вроде небольшой срок. Ну, относительно. Но сложно общаться с человеком на расстоянии. А веришь ли ты в дружбу между парнем и девушкой? Верю. Ну, то есть, у тебя есть такая область? конечно. Ну, и финальный вопрос от меня. Что для тебя музыка? Для меня, в первую очередь, музыка – это чувство. Человек, когда пишет музыку, пишет текст, он вкладывает свою какую-то эмоцию в песню и пытается передать ее другим. В первую очередь, это для меня эмоция. Во вторую очередь, наверное, это любовь. Все-таки без музыки сложно, так как это мое увлечение, самое главное, так как я этим занимаюсь, горю этим делом. Даже если бы музыки не было, я не знаю, чем бы я занимался. Я бы, наверное, сидел дома, ну, просто ходил учиться, возвращался домой, засыпал, просыпался, опять шел бы в школу. То есть, музыка разбавляет мои дни, дает какую-то надежду на будущее, то есть, на какой-то карьерный рост. И, ну, конечно, хочется, чтобы мою музыку в том числе понимали, слушали и не то, чтобы восхищались, чтобы музыка помогала людям, приносила им какие-то эмоции в том числе. То есть, не только я свои передаю эмоции, чтобы люди получали эти эмоции. потому что, ну, ты же музыку не просто так слушаешь, потому что вот тебе нравится, вот просто нравится. Люди слушают эмоции. Ты чувствуешь музыку саму, ты получаешь какие-то эмоции, радость, грусть, или какой-то драйв от песни. То есть, все зависит от эмоций. На эмоциях все построено. Гоша, спасибо за этот классный разговор. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Причем очень честно. Спасибо за интервью. Взаимно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!